У меня здесь все обустроено. Завтра для приема людей. Опа. Вот здесь, ребят, один матрас. Вот здесь кровать. Вот здесь еще один матрас. Видите, как все? Пошли дальше. Здесь будет два человека. Один человек, три. А тут четвертый человек будет размещаться. Здесь я сделал еще для одного человека пять. И здесь будет еще один. Шесть человек будет, ребят, размещаться. У меня проблема с подушками. Проблема с одеялом, с постелью. В общем. Ой, не знаю, как это все сейчас решить до завтра. Ну, в общем, как-то так. Это будут у меня люди заселяться. Абсолютно. Бесплатно. Абсолютно. У нас сейчас война, ребят, надо помогать обязательно. Буду заселять постоянно людей. Ребят, ну что? Скоро жду будут заселяться люди. Снимать, скорее всего, я не буду. Но это когда как-то будет некорректно. Две семьи, знаешь, детьми. Не каждому понравится, если я буду снимать. Оставаться. Где я буду оставаться? Где мне жить? Где мне ночевать? Виталя забирает меня к себе. Мы уже с ним созвонились. Я вот рюкзак уже готов. Я забрал макбук, забрал кое-какие легкие вещи. И я останусь сегодня у него. Кексики. Остались. Мы светом ели. Не померя. Такие. Вот такие шоколадные. И шоколадные. Разные кексики. Кто хочет, могу угостить. Все, буду ехать сейчас. Подожду Виталя. Потом мне перезвонят уже. И я буду все-таки заселять людей. На самом деле мне очень сильно много пишут мои подписчики. Очень много людей, которые из Донецка, которые из Мариуполя, те, которые сейчас сидят в подвалах, ребят, которые сидят в центрах волонтерских, в спортзалах, в школах, просят помощи у меня, чтобы приехать где-то в безопасное место. Потому что очень долго оставаться им нельзя. В Днепропетровске сейчас сидит семья с 9 человек, говорит, 6 взрослых, 3 детей, по-моему. Поэтому трое котов, представляете, не каждый их возьмет в квартиру или в дом. Я вчера переписывался со своими подписчиками. До боли, конечно, страшно это смотреть. Хочется их, конечно, забрать. Они пишут, Евгений, нам дали там 5 дней и сказали срочно выбираться. Что-то там, потому что эти дома стоят у них то ли на шахтах. В общем, там нельзя находиться. Сказали, срочно нужно эвакуироваться туда. Им некуда ехать. Говорят, денег много нет. Я сейчас пытаюсь пробить в нашем городе для них какое-то жилье. В принципе, номера телефонов есть. Ребята, если вы в сложных ситуациях, пишите мне, звоните. Я буду как могу помогать через волонтеров. Ребята, у нас уже темнота вообще. Разве пиво можно? Они бухают, прикинь, короче. Кипец. Да. Ребят, все, блин, заселили людей, которые приехали к нам. Завтра до утра, они где-то до 9-10 говорят, можно мы там это, понял что-то. Я говорю, блин, чувствуйте себя как дома. Говорю, вообще сидите без проблем. Все, едем, едем к Виталию, ребят. Виталия набрал алкоголь, а сейчас мы будем бухать. Да ладно. Ничего не брали. Взяли косичку, да? Бумагу и спички. Будем сейчас разжигать костер и, я не знаю, жечь костер, греться, греть руки. В общем, вот так он и будет. Все, в общем, мы поехали, да? Да, погнали. Ну, наконец-то, мы приехали. Ого, так у тебя, смотри, у тебя все забито, блин. А где ты будешь машину ставить, Виталия? Хрен его знает. И так всегда? Ну, вообще. Блин. Все, это мое место. Я буду здесь спать. Слышишь, вот это кресло, блин. Я офигею, блин. Это было кресло? Это твое кресло? Да, ты тут сидишь постоянно. Офигеть, блин. Нихера себе, какой красивый комб у тебя. Что ты смотришь? О, Наполеонский войн и триумф, да? Ага. Блин, кайф. На тебе, может, макбук? Хочешь нам на макбук посидеть? Попробуешь? Славь. Не хочешь? Ну, просто попробуешь, посравниваешь, как на этот, как на этот. Там и не без радости. Так, я, короче, тут положу, блин. Да я тут буду нормально спать. Ты мне только подушку. А, есть же подушки? Да. Мы же не отдали на этом. А шлем чей? Ветер, твой? Да. Какой? Настоящий, ну или не настоящий, как ты думаешь? Без резницы. Не, ну, вообще, ну, игрушка с Квиш или настоящий? Да. Любой? Да. Гори. Не, это настоящий реально. Спасибо. Поднимай. А ну, включи свет. Зеленый у тебя какой-то был. Ё-моё. Ого. Ничего себе класс, блин. А вот тебе светятся? Да, да, я подключу. Подключал, да? Ребята, какая ситуация? Смотрите. Ника, Ника пишет мне все время, в общем, она переживает, что я остался у Виталика. И теперь мы, якобы, с Виталиком можем, там, заниматься какими-то преступлениями. Это привести каких-то девушек. Это она так думает. Все время пишут, у тебя все нормально? Типа, я говорю, да, я написал, что его все нормально, мы у Витали. Сейчас обратно пишу. Сейчас, ребят. А что, переживаешь сильно за меня? Сейчас посмотрим, кто еще ответит. Посмотрите, какая Виталиплазма большая. Поболее, чем моя. Сто процентов, очень большая. А что, это новость для тебя? Пишет. А что, это новость для тебя? Все окей, пишет, видите? Если вам видно, я не знаю, все окей. А что, ты ревнуешь или что? Мы тут взяли двух девочек и с двумя девочками сидим. Ребят, вот так вот я с ней по вайберу общаюсь. Сейчас пранканем ее. Клошная плазма. А, так она у тебя это, согнутая. Я понял. Она, видите, у нее это изогнутая. Согнутая. Отсюда, наверное, не видно, ребят. Ну, согнутая. Девчонки, вы все-таки еще вот так вот переживаете за своих парней, когда ваши парни остаются там дома с друзьями. Я не знаю, они ночуют дома. Мне вот интересно, хотелось бы почитать ваши мысли по этому поводу. Вы можете мне написать в тирект в инстаграме. Я обязательно почитаю и отвечу на ваши комменты. Ой, блин. Да, пишет. Не будем говорить о твоей порядочности, мой ты общительный, любопильный человек. Вам там пиво в голову ударило, мальчика мои, маленькие? Балуетесь? По котелок по городам раскидали. Кстати, зай, ты когда пересылаешь сообщение в телеграме, там высвечивается список девочек, с которыми ты или общаешься, или общался. Я, конечно, просто улыбнулась, но шарю. Пипец. Жду уже, когда начнут вас так фоткать. А, это типа с ребенком, да? Да. Детский садик, да. Ребята, смотрите, какая интересная. Это этот, PS4, да? А где-то твоя или ты брал где-то? А, так это GTA, да? Да. Класс. Тебе не нравится графика? Мне вообще бомба нравится, класс. На Кандиллаке поездил, да? На большом таком экране, блин, ни фига себе, блин. О, ветер фигарится, блин. Класс. ну реально как ребенок на это я научился на тормоза я на красный пошел ребят всем спокойно ночи уже легли спать влада в комнате будем спать ребят доброе утро забрал рюкзак все уже приехал домой но сейчас утро машина чернишка люди уже уехали которые у меня оставались уже поехали дальше в свой город они возвращаются в канаток так что хочу вам сказать если кому-то нужно проездом там у меня остановиться переночевать вы с детьми обязательно мне пишите я вас оставлю у себя заселю никаких денег мне не нужно чтобы вы понимали я понимаю сейчас сложившуюся ситуацию так что знаете можете рассчитывать на меня те кто смотрит с украины кто смотрит с украины меня обязательно знаете здесь можно остаться ребята ничего не кушали мы вчера посидели познакомились так надо все эти матрасы по выбирать это тоже надо убирать так слава богу люди хоть зашли все все я дома я уже у себя дома очень рад сейчас наполняется полностью вот такая вот аж душа ты когда помогаешь людям на самом деле это очень приятно на самом деле бабушка знала бы ты что у тебя в комнате то тоже жили людям которым нужна была помощь потребовалась так что ребят даже не буду наверное все вот это вот убирать вот эти все матрасы возможно может быть она здесь и будет буду ждать еще людей буду еще ждать семьи чтобы они приезжали у меня могли наверное оставаться в принципе спать есть где две кровати все нормально так что можно оставаться у меня в общем у меня есть место на 6 человек если я буду чем-то полезен я могу бесплатно еще раз говорю для вас предоставить жилье я сам здесь могу не жить уже там допустим либо у друзей либо сам лучше в гостиницу съезжу но чтобы вы комфортно переночевали ночь которые будете здесь если будет кто-то проездом я даже разрешаю если будет там животными если у вас там собачка какая-то да или котик ну что же уже сделаешь я это понимаю ребят сам у самого и кот и собака были что знайте это сейчас буду для вас сделать видео